вот сегодня последняя лекция нашего курса посвященного авангарду в целом и она заявлена как итоговая лекция на самом деле подвести итог авангарду в одной лекции очень трудно конечно вообще для этого надо писать книги и тома целые они еще полностью не написаны итог авангарда как бы еще не совсем ясен он еще так сказать требует довольно серьезного определения и каких-то серьезных поисков еще потому что например связь того классического авангарда с тем что вот сегодня называется актуальным искусством она как бы существует но как бы так сказать ее не очень она не очень ощутимо так явно поэтому все это требует размышлений исследований вообще искусствоведов и критиков и даже самих художников но тем не менее можно конечно и нужно нужно конечно отметить какие-то основополагающие вещи вот что собственно авангард дал нам сегодня если мы взглянем в такой исторической перспективе на все эти события которые происходили в десятые двадцатые там начале тридцатых годов прошлого столетия и если мы попытаемся определить основные так сказать категории культурные эстетические которые нам привнес авангард в нашу жизнь в наше вообще восприятие мира то окажется что он вообще-то повлиял существенно на это восприятие потому что теперь мы смотрим скажем на изобразительное искусство более широкими глазами не глазами человека воспитанного в системе академического искусства и в системе какой-то вообще академических взглядов глазами более широкими человека который открывает перед собой более какие-то ясные и более далекие перспективы и это нам дал авангард конечно потом он дал нам свободу восприятия мы опять же так сказать не скованы никакими рамками мы свободно воспринимать окружающий мир так как он надо к таким каким он нам кажется и мы этого не стесняемся иногда конечно надо было бы постесняться может быть но это уже таскать издержки производства а на самом деле авангард дал именно и такую вот позицию потом авангард удивительным образом расширил функции художника вообще потому что раньше художник но в классическом понимает вы понимание этого слова был творцом конечно и он остался в авангарде творцом но есть и существенная разница потому что тогда художников ну скажем в возрождении в новое время 19 век художник был носителем каких-то традиций а в авангарде он стал наоборот разрушителем традиции как говорил а веренцев в авангарде главная традиция авангарда это разрушение традиций и вот это тоже коренным образом как-то все меняет на сегодняшний день но я уже не говорю о каких-то уже формальных вещах как например современная архитектура она рождена конечно авангардом вот мы сегодня с вами находимся вот в этом пространстве в общем-то авангардном и здесь так очень немудренно соединены вот эти вот стены которые сделал когда-то построил мельников и вот эти так сказать конструкции потолков чисто технические да как бы вот эта эстетика сегодняшнего даже не сегодняшнего вчерашнего дня вот она эстетика в этих трубах в этих перебалках открытых абсолютно лишенных всякой декорации это тоже живет имеет право на жизнь это дает возможности такие пространства огромные перекрывать крышей чего раньше так сказать 19 век тоже не умела это делать чисто технически вот дизайн например это тоже сегодняшний дизайн это то что создал авангард конечно но уже так сказать многие дизайнерские идеи шагнули далеко вперед но отталкивались они именно от авангардных каких-то идей и методов и даже приемов просто вот все это в целом вот так сказать создает какую-то новую картину мира который мы сегодня видим трудно сказать я трудно оценить ее вот так сказать какой-то позиции положительные или отрицательные хорошо ли хороша ли эта картина по сравнению с той картиной мира которую видели скажем люди прошлого века 19 века когда авангарда еще не было в мире может быть она во всех случае мне кажется она шире чем та картина которая была тогда и учитывая что мы знаем теперь очень много технических каких-то вещей новшеств устройства мира вплоть до каких-то микрочастиц которые сейчас вылавливают да и от этих частиц до вселенной до устройства вселенной мы знаем гораздо больше чем знали тогда художники и люди вообще и надо сказать что вот художники многие художники авангарда предчувствовали что-то такое предвидели какое-то вот не могли себя объяснить ну вот я показывал в прошлый раз там двойную спираль устройств днк который вот отразилась башни татлина абсолютно невольно не бессознательно или фотографии телескопа хаббл который удивительным образом похоже на композиции кандинского это все так сказать вот то что предвидели художники сегодня это вокруг нас в физическом мире это тоже заслуга отчасти авангарда что он сумел вот такое предсказать но есть и другая сторона чисто историческая потому что именно характерно для русского авангарда авангард ведь родился в петербурге и москве а потом он так сказать прошел еще по другим городам по другим каким-то местам россии это же удивительное явление что это были такие гнезда спорадические которые по всей стране по-своему как-то вот выхватывали новые идеи искусства и поэтому вот я хочу сегодня часть лекции посвятить именно таким местам но самый из них конечно знаменитое самое удивительное место это витебск витебск который белоруссии теперь находится то есть он всегда был белорусским городом это был такой простой провинциальный глубоко я бы сказал провинциальный городок не очень большой население там было в основном на половину еврейская потом там жили белорусы и русские довольно смешанная черта оседлости да вот все что мы об этом знаем и и вдруг вот в этом городе расцветает какой-то невероятный художественный феномен не только в изобразительном искусстве но и в других видах искусства вот об этом я сейчас расскажу витебск когда-то там когда-то бывал репин ну еще в естественно в те времена в 19 веке он назвал витебск русским толеда но он руководствовался исключительно таким чисто художественным впечатлением потому что он просто витебск это силуэт витебска это таскать низенькие вот эти одноэтажные деревянные домики и огромные соборы их довольно много было в витебске церквей вернее не соборов барочного времени 17 там века или 18 к сожалению они все были разрушены во время войны почти все сейчас они конечно восстановлены в прежнем виде но это как бы такие как говорят теперь новоделы но тем не менее все равно вот этот облик русского толеда он даже сейчас читается хотя в витебске и конечно уже много зданий довольно большого размера и этих вот мелких домиков где жили где жил бедный люд их не осталось вот самое мощное что дал витебск это художественная школа живописная вот этот витебск о котором я говорю вот он но это самый центр большие дома вот эти соборы которые вдохновили на сравнение столе до репина вот одна из улиц и вот значит в конце 19 века витебске возникает первая живописная школа во главе с и гуды и гуды и пеном но мы его называем юрий моисеич пен на русский так сказать манер это был совершенно замечательный художник такой абсолютно классик даже немножко примитивист и он открыл художественную школу витебске это была первая художественная школа куда естественно ринулись молодые художники потому что учиться было негде до него до этой что открытие этой школы а как известно в те годы в основном на еврейское население не имел права никуда уезжать была черта оседлости они не могли например поехать в петербург учиться какое-то время им было запрещено москва и так далее но конечно они преодолевали эти препятствия разными способами но это было чуть позже а вот конце 19 века практически все не могли этого сделать и вот они ринулись в эту мастерскую к пену вот мы видите вот пен и его ученики но это не очень известные мастера поэтому не буду называть их фамилии прошу вас лишней информации не нагружать но мы видим какие картинки рисовали там вот такие самые простые академические вещи но был видимо все таки в витебске какая-то была такая атмосфера где что-то какие-то идеи художественные новые наверное как-то они бурлили как-то они так сказать формировались и в результате вот они начали выливаться куда-то так сказать выявляться я сказал например первым учеником не первым вернее одним из первых учеников пена таких вот уже ставших впоследствии сезда естественно знаменитыми на весь мир был шагал марк шагал вот он сидит здесь уже в окружении своих учеников но он пришел к пену учиться живописи и тогда он еще не был естественно тем шагалом ака которого мы знаем сегодня он только начинал но уже тогда его притягивала тема витебска витебск для него был таким каким-то местом культуры вот этой народной еврейской культуры в которой сам шагал собственно говоря родился и первые впечатления его жизни серьезно именно остались от этой культуры еврейской местечковый такой какой-то грубый бедный лишенный какого-то эстетизма абсолютно и вот в этой внутри этого вдруг вырастает шагал такой художник на самом деле как бы внешне пытающиеся какие-то не очень красивые образы создавать а тем не менее человек который тянется очень красоте красоте цвета краски формы такой противоречивая вроде бы так сказать состояние но тем не менее она вот так вы так вот таким он и был этот самый марк шагал он правда недолго учился у пена потому что уже в начале девять сотых годов появилась возможность у еврейских мальчиков именно мальчиков художников будущих уезжать за границу и просто вот толпы буквально толпы ринулись в париж берлин мюнхен но мы уже я уже рассказывал кажется о парижской школе которая возникла в париже в середине девятисотых годов а потом она продолжала существовать на протяжении десятых двадцатых годов и это было сообщество людей художников вышедших абсолютно почти на 90 процентов из россии там были литовцы евреи поляки русские все на свете вот все кто были так сказать в россии лишены прав каких-то или были не то что лишены но ущемлены в правах и получив возможность уехать они тут же уехали в париж ну и шагал тоже уехал париж но школа пена для него тем не менее оставалось такой вот важнейший важнейшей ступенью его деятельности значит шагал как я сказал уже в начале уехал париж он в один в десятом году он начал собирать документы и в одиннадцатом году он уже был в париже он поселился там в этом улье знаменитому вот где было это все парижская школа где были такие свободные просто мастерские куда можно было выбирать куда ходить учиться к одному художнику другому третьему стоило все это очень идет недорого и были одновременно такие такой общежития где жили художники об этом улье написано очень много воспоминаний и надо сказать что это вообще был было место действительно живых каких-то дискуссий это были встречи это были молодые художники им там было всем по 20 меньше чуть больше лет они еще были полны надежд и иллюзий каких-то и можно себе просто представить и это описано как там было весело жить и как вот в этом так сказать сообществе формировались какие-то новые художественные идеи была выставка в москве парижской школы не так давно это было просто замечательно видно вот как это все происходило там-то было много фотографий документальных материалов и было уникальное конечно такая вот стиль направление сообщество назовите как хотите вот значит в одиннадцатом году шагал оказался там в париже и он сразу же очень там так сказать прославился потому что его очень поддерживала еврейское сообщество российское они ему дали денег на так сказать поездку и напад поддерживали его там где он жил и в общем как-то для него это стало тоже хорошей школе что он там тоже учился он там учился и кубизму и каким-то фавистским направлением все это он увидел в париже а он конечно был фантастически способный в смысле улавливание вот современных тенденций и переваривание их но это вообще-то сказать свойство мне кажется вообще еврейского народа так сказать уметь ассимилироваться и при этом сохранять самого себя и вот в шагале это очень здорово проявляется потому что он рисует сцены витебска но при этом он рисует уже не как художник еврейский а как француз который смотрит вот на это как-то даже отчасти со стороны как это выглядит глазами иностранца даже отчасти хотя принято считать что может быть я сейчас говорю какую-то даже так сказать запретную фразу принято что это дух еврейского народа он выражает а мне кажется вот совсем не выражает а именно смотрит на это как человек далекий эстетический но происходившие за этой же среды хорошо его знающие эту среду и вот до 14 года шагал находится в витебске потом война первомировая он как подданный россии вынужден вернуться в россию какие-то там у него проходят года в общем в результате восемнадцатом году он приезжает витебск это уже революция прошла и витебск был привлекателен и для шагала и для других кто потом там оказался прежде всего так считается во всяком случае тем что это был такой провинциальный городок где еще можно было купить какие-то продукты там еще еда продавалась вот пить в питере в москве уже с едой было совсем плохо а в витебске сельское хозяйство какое-то в общем там было и в общем там был чем питаться и вот это привлекло очень шагала он вообще сразу же включился в художественной деятельности тамошнюю и пришел естественно с пеном общался опять и вот он пришел в это самое училище где он когда-то учился и он организовал там этот была новая структура народное художественное училище туда стали набирать просто мальчиков и девочек тоже да уже уже некая свобода наступила социально из просто жителей города и там училась довольно много детей и молодых людей вот здесь на этой фотографии значит мы видим слева направо сидят и лисицкий ермолаева вера ермолаева потом середине вот мы видим самого шагала молодой человек по моему это кобещер потом вот пен уже престарелый такой сидит за ним не на коган и александр ром который тоже учился но не путайте это не режиссер ром и другой человек это он тоже учился в этом училище и был искусствоведом но эта фотография там какого наверно девятнадцатого года когда они уже все преподаватели они уже так сказать ускоренный курс обучения прошли стали все преподавать и это был очень дружный какой-то коллектив вот под руководством уже шагала пентескать отошел немножко в сторону он же был стариком и я бы не сказал чтобы это было очень такой продвинутый в смысле авангарда методы обучения и сами работы это достаточно было в общем академично все вот шагал стоит у дверей дома своего где он какую-то квартирку снимал теперь это музей кстати в витебске там даже два музея шагала вот это один из них теперь вот эта фотография мы уже видели ее как-то она сюда затесалась простите я снова не в ту сторону пошел вот какие давались задания в витебске под руководством шагала довольно простые ну как я бы сказал классические пишите натюрморты пишите портреты все очень условно и академично вполне вот замечательный портрет молодого шагала который был написан пеном тут чудное совершенно мне ужасно нравится этот портрет потому что он как бы кажется что он не окончен на самом деле это он окончен это так сказать прием нон-финита так называемый когда остается не дописаны какие-то части живописного полотна и они как бы так сказать придают некий такой романтизм какой-то такое ощущение какой-то вот брошенности такой вот это произведение это прием это не случайные вещи и у него очень какой-то милое такое юношеское лицо такой вот какой-то мечтатель еще пока хотя он уже довольно взрослый в это время это в минском музее белоруссии хранится вещь вот такие вещи писал шагал это вещи еврейский похорона одиннадцатого года она написана в париже это уже впечатление о жизни еврейском местечке вот в частности витебске вот мне кажется то что я говорил что это написано все-таки не еврейским художником а художником смотрящим на эту еврейскую жизнь со стороны уже как-то мне кажется это очевидно вот еще одна вещь скрипач но это знаменитая вещь она находится по моему сейчас я вам скажу где да это предыдущая картина находя на это центр помпиду эта вещь находится в стедлик музеи в амстердаме и вот еще я и деревня это такая классика это вот архетипы шагала лицо коза какие-то там сценки маленькие кривые домики это пользовалось чрезвычайным успехом в европе шагал сразу какую-то завоевал необычайную славу он уже вот искать до первой мировой войны он уже был знаменитым художником его уже покупали и для него отъезд конечно невольный вот в четырнадцатом году в россию это как бы его карьеру несколько остановила это было не было бы не было удачная ситуация для него но он из нее потом выкарабкался очень даже хорошо но вот это снова эта фотография опять извините которую я да и вот среди его учеников был эль лисицкий тоже уже к тому времени сложившийся художник который совершенно по-другому работал чем учил шагал он был таким конструктивистом начинающим он был художником абстракт абстракционистом и для него конечно таскать главное это было построение картины построение листа он вообще мечтала об архитектуре уже в то время и каких-то более таскать монументальных вещах чем просто писать картины или делать рисунки и вот лисицкий приглашает туда малевича вот они вдвоем уже в витебске 19 наверное нет на 2 20 год и малевич приезжает тоже в это училище преподавать да еще забыл сказать что при шагале там были преподаватели типа мастислава добужинского добужинский преподавал витебске и а это был такой классик мира искусства вообще человек совершенно другого склада другого характера такой господин как все господа из мира искусства такой таскать представительный из довольно буржуазной среды и вот столкновение конечно неизбежное она происходит она начинается сразу потому что малевич как персонаж очень такой полный жизненных сил напористый он сразу же устраивает какие-то митинги собрания разные везде выступает где только может потому что это 18 и 19 год и он уже тоже сложившийся метр он уже придумал черный квадрат он уже придумал супрематизм он уже стал теоретиком искусства даже и столкновение неизбежное конечно происходит и столкновение именно добужинский сразу же уезжает вообще потому что он понимает что тут ему не место малейся своей такой вот необыкновенной аурой привлекательности собирает всех учеников бедный шагал остается практически без учеников все переходят учиться к малевича кстати вот был такой недавно фильмами ты да видели наверное вон я в не скажу это был художественный шедевр какой-то но там вот некоторые моменты очень тонко точно вернее отображены когда видно как вот искать гусилы группируются вокруг малевича шагал остается каком-то гордом одиночестве я представляю себе что шагал это было конечно в общем не очень приятно все вот и кончать с тем что шагал уезжают из витебина он уезжает из витебска и вскоре уезжает за границу и как бы это 1 1 для него вроде бы он воспринимает это какой-то проигрыш какой-то неудачу что вот он лишился школы учеников его вытеснили на самом-то деле для него малей сделал для него благое дело он его снова вытолкнул в париж обратно как бы таким образом и карьера шагала пошла по возрастающей абсолютно он таскать вот достиг очень больших высот как художник и как знаменитостью стал и так далее а в общем-то отчасти благодаря соперничеству с малевичем если малевич его не вытеснил не знаем чего было шагалом может вообще погиб в каких застенках что вполне реально реально потому что из витебской школы очень многие художники канали в вечность именно вот и сначала годов террора уж потом во время войны это естественно там я уж при этом не говорю вот такая коллизия и вот малевич значит воцарился витебске очень быстро воцарился и для него очень важные задачи которые нас и перед собой поставил было внедрение искусства и вообще супрематизма в окружающей жизни не только картины и рисунки а вот все что вокруг да вот какая-то например вот здесь изображено заседание помгола то есть комитет помощи голодающим что было уже актуально естественно в те годы 21 год малевич с лисиским делают проекты вот оформление вот этих всех так сказать стен там какие-то лозунги пишут и так далее и представить себе всю эту картину вот сегодня да как представьте себе когда вот че есть ничего голод там помощь голодающим в чем она заключается прежде всего рисует супрематическую какую-то атмосферу а уже потом то сказать помощь голодающим вот это вот это постоянное какой-то утопизм такой русского авангарда удивительные может именно благодаря этому может он и выжил в этой ситуации в этой атмосфере он все время присутствует вот мы сначала искусство сделаем жрать будем потом как говорил малевич он любил это очень он говорил про то харчи не жрать а харчеваться это было любимое слово но это украина украинизм вот и значит вот этот помгол это очередная такая вот лисицкий соорудил такую трибуну украшенную супрематическим какими-то вот формами вот знамя этого комитета помощи голодающим тоже выполнены в чисто супрематическом стиле вот уже мы видим украшение супрематические на фасадах домов и так вообще говоря витебске это было сплошь и рядом там раскрашивали трамваи трамваи были украшены супрематическими какими-то так сказать рельефами или картинами просто по боку трамвая пускали там картину с длинную супрематическую такую вот вывеску украшали здания без конца какие-то ставились везде расписывали фасады домов супрематическом стиле что удивительно эта традиция до сих пор жива в витебске там есть такая ну скажем ассоциация художников под названием квадрат их довольно много этих мастеров они работают в стиле супрематизма ну конечно так сказать уже на сегодняшний день они его как-то так сказать осовременили но все равно супрематизм там очень четко просматривается и там по прежнему раскрашивают некоторые фасады вот я сам видел но это было там скажем лет десять назад несколько фасадов витебских домов раскрашенных супрематические вот эти плоскости яркие это очень красиво это очень оживляет как-то вот искать вообще атмосферу города и окружающий мир городской ну вот пример этого вот какая-то очередная сделанная лисицким такая вот плакат или что-то в этом роде да вот еще один проект тоже осуществленный но конечно все эти вещи для нас не дошли только фотографии и конечно не меньшая часть очень много пропало все погибло это понятно вот вход в витебское роста то есть российское телеграфное агентство вот видите наверху там тоже круг и какой супрематический супрематической композиция малевич организует в стенах того же училища организует новую школу как бы и там ведется преподавание вот это здание она до сих пор существует она отремонтирована несколько лет назад его передали наконец городу не городу вернее центру современного искусства витебске и теперь там гацисы и находится витебская и там все как бы осталось в том виде в каком было при малевич там есть комната где художники занимались учились там есть комната где жил малевич там есть балкон с которого малевич выходил смотрел на окружающие таскать это пространство в общем там очень какая-то живая приятная атмосфера в этом месте вот еще одна фотография этого здания там у него родилась дочь которую назвал уной у на имя придуманное такого имени нет он его придумал это было название в честь уновиса как раз у ровно в тот момент когда родилась у на появился у новис это тоже придуманная малевичем аббревиатура которая расшифровывается как утвердители нового искусства вот все эти его многочисленные ученики они стали членами у новиса и они просто продвигали идеи супрематизма всюду где только могли а малевич был их лидером и они не только занимались практикой художественной малевич вообще в это время вот как он появился в витебске он понемногу отходил от художественной практики вообще он перестал писать картины он перестал рисовать он углубился в теоретизирование в это время он действительно придумал и записал очень много текстов очень много таких теоретических очень по-своему очень интересных очень оригинальных потому что у него не было же никакого образования не художественного не не философского не эстетического то есть он был абсолютно самоучкой классическим и вот он придумывал какие-то таскать теории искусства которые сегодня очень до сих пор имеют какой-то смысл современной именно и есть пятитомное собрание сочинение малевича и это далеко не полное собрание я думаю счету мы на 2 еще не опубликованных работ мы найдем так что он стал теоретиком он писал отдельные картины но только таскать для того чтобы показать как работу в таком или ином стиле в это время у него родилась теория прибавочного элемента который заключается в следующем когда искусство развивается стадиями вот скажем и он прослеживает стадии современного искусства ну того времени естественно от импрессионизма к супрематизму вот импрессионизм первая стадия значит прибавочный элемент следующий появляется какая-то там формальная формальный какой-то элемент который прибавляется компрессионизму и на этом месте возникает кубизм и так сказать он доводит развитие от импрессионизма до супрематизма такой прямой путь вот единственный возможный путь развития современного искусства это этот и он дает задание своим ученикам пишите сегодня в стиле кубизма пишите завтра в стиле импрессионизма и сам он тоже пишет такие же работы исключительно чтобы таскать показать но не пишет он почти не пишет известно там не знаю может быть меньше пяти работ на пальцах буквально одной руки можно пересчитать которые написаны вот в это время с 18 с 19 года по 21 год когда он в витебске вот буквально несколько картин а в остальном все время у него занимала теория и он вообще очень вот кто видел его рукописи но который дать довольно часто воспроизводит в каталогах это такие вообще ребусы трудно читаемые потому что он ведь был не очень то сказать грамотный писатель в по-русски и он писал без точек без запятых и разобраться в эти в этих текстах чрезвычайно сложно и вот я сам там кое-что его расшифровал какие тексты и действительно вот сидишь часами смотришь на эти фразы и ничего не понимаешь абсолютно и в какой-то момент вдруг вот что-то такое происходит какой-то щелчок такой буквально и вот ты начинаешь видимо когда ты вот что-то начинает в голове поворачиваться и мысли движутся по той траектории который они двигались у малевича и тут ты начинаешь друг все читать и вот это это феномен какой-то тоже ужасно интересные давай чисто мозговой на психически какой-то но тем не менее расшифровки все-таки конечно эти рукописи поддается так вот значит одна такая замечательная совершенно постановочная фотография которую малевич любил постановочные фотографии вот всех рассадил тут значит мы видим я как даже это показать вот это вот профиль с бородкой это червенка художник который был в этой школе тоже учеником малевича но от него осталось практически одна работа или две значит из известных вот там сам малевич видите уновис и что-то такое там не пойму что вот он в профиль до наверху это малевич значит вот это суете гениально вот малевич червенка суетин видите черный квадрат на рукавчики ермолаева чашник и вот это юный лев юдин такой совсем молодой художник очень интересный хочу заодно сказать вот раз мы тут об этом заговорили что наш следующий курс будет посвящен малевичу его кругу и там будут лекции посвященные вот всем этим художником подробные так что если вы сможете да вот советую паха походить послушать то что будет много интересных материалов о них вот такая постановщица так когда кстати вот картины малевич это тоже малей это это известная вещь она в стаде лик музее это вот вещь такая запятая черная она попала в какие-то какой-то момент как николай харджи его к которому сегодня надеюсь я успею сказать несколько слов и потом она теперь находится уже к сожалению за границей уже была продана где-то в каком-то частном собрании вот эта вещь эта работа суетина не сохранившиеся и эти две тоже неизвестно где они видимо они просто не дошли до нашего времени но это какие-то неопределенные вещи вот тут круг черный круг ну это может быть любого из этих художников это как бы занятие вот они так проходили как бы хотел чтобы малевич чтобы они остались памятью потомков вот так как они на этой фотографии изображены вот тут снова вы значит вся эта компания тоже очень такие симпатичные какие-то люди вот червинка малевич это я не знаю кто это анна каган суетин юдин молодой вот этот это коган не на коган чашник нет вру вот чашник ермолаева хидекель вот это ни одного русского художника все в общем из еврейской среды исключительно кроме веры малаевой простите она из дворянской дворянских кровей вот вот снова тут опять да я просто хочу показать эти фотографии эти лица чтобы как-то всегда же когда смотришь на какие-то картины особенно ценно увидеть лицо художника который из картины рисовал вот снова значит червинка слева направо хидекель чашник и юдин они устраивали выставки естественно это было так сказать у новиса было три нет четыре выставки одна из них была в рамках там большой выставки а три были просто отдельно этой группы и что самое удивительное на этих выставках малевич запрещал ставить фамилии авторов это были анонимные картины как бы там не было написано кто что нарисовал и он свою фамилию тоже не ставил как бы так демократически вот как вот так сказать какая-то стенка с одной из выставок точно известно какой просто повешенной работы без всякой аннотации вот еще одна чудом сохранившаяся фотография выставки у на веса двадцатого года практически ни одна из этих работ до нас не дошла вот мы не знаем ни одной из этих работ представляете какие до утраты колоссальные сколько вам еще могло украшать стены наших музеев ну вот редкая вещь которая сохранилась до нашего времени работа неизвестно какого кого из этих самых уновистов на хранится на в томском музее ну вот видите вот выставку картину на виса доклады и пояснения что в общем всегда малевич любил и это с удовольствием вот еще одна стеночка такая тоже как бы безымянных у нависцев вот сохранилась здесь вот эта вещь в третьяковке она находится и вот эта вещь это графика это лисицкий неизвестно где вот эта вся стена и это тоже наверно лисицкий общем видите как видите это все это сказать вещи в основном утрачены увы да вот это замечательная совершенно фотография компания у нависцев в двадцатом году феврале они поехали в москву они повезли с собой свои работы и отправились туда на конференцию и на выставку конференция была под названием конференции учащих и учащихся искусству где в общем собрались тогда люди действительно самых передовых взглядов к сожалению почти никаких документ документ документов об этой конференции не сохранилось кроме каких там газетных отчетов не очень вразумительных не текстов докладов мы не знаем толком ничего но можно себе представить что речь шла конечно таскать о новом искусстве а уж у нависцы там осуществляли во всю этот самый активно таскать свою агитацию за свое искусство в руках в руках у малевича такой круг вот этот вот есть такое есть свидетельство в одном письме что этот круг нарисовал чашник и что это было он свеже нарисован и в руках у малевича если вот вы посмотрите здесь вот такая тряпочка что ли или какая-то бумажка чтобы не испачкаться краской вот так даже рассмотрели такие детали то есть это свеже нарисованное и в общем тут ну вот это опять хидыкель тут вот лисицкий вот чашник вот не на коган малевич юдин в общем тут много лиц вот ермолаева вот там вот так выглядывает в общем многие тут расшифровано почти все кроме каких-то мальчишек каких непонятных кто и такие туалеты ученики малевич какие-то известные у него все-таки было там довольно много учеников а в на ту конференцию ехал около 60 человек так что может быть это просто текст на кого каком мы еще ничего не знаем вообще может узнаем когда-нибудь но это мы уже видели значит у навис занимался еще такой как бы сама рекламой они издавали некие листки где были теоретические статьи разных представителей скажем да это общество сообщества художественного где они излагали какие-то теоретические соображения по поводу того как вообще и что и как надо в дальнейшем там не знаю развивать искусство какие-то лозунги в общем такой живой довольно живая вещь вот они издали из такой уникальный абсолютно альманах у навис номер один это в пяти экземплярах было издано в общем рукопил рукотворная вещь такая там были тексты напечатаны на машинке вырезанные наклеены на листы и они перемежались какими-то гравюрами там были гравюры почти все но многих у нависцев там около 10 художников там отметилась в этом и были тексты разные их сохранилось два экземпляра вот этого альбома один находится третяковской галереи другой в париже в частном собрании это вообще редкость редкая очень вещь недавно ее издали фоксимильно так что в общем все имеют возможность ее подержать в руках как бы так сказать ощутить полистать и это действительно такая забавная штука очень ну вот сейчас я хочу рассказать о каких-то может быть таких главных фигурах которые работали вместе с малевичем это николай михайлович суетин фотография девятнадцатого года это в общем один из самых верных учеников малевича он был таким супрематистом последовательным абсолютно писал очень такие красивые работы я буду показывать только работы времен у нависа то есть витебского периода потому что вообще у него таскать его наследие довольно большое и она сохранилась благодаря его дочери который слава богу еще жива и она находится в русском музее в каких частных собраниях издана книга его творчестве хорошая так что это все вообще доступно и можно все это увидеть но вот у него такие были какие-то удивительные вдруг собственные как бы вот иногда он выбивался из этой школы супрематизма уходил от малевичевского такого напора и вот дело такие вот вдруг неожиданно какие-то свои собственные красивые вещи наклейки тут понимаете тоже в традиции как бы современного того времени искусства но это такая вот типичная у нависка и у нависка изделия до эскиз трибуны который вполне вероятно было сделано и реально на не кто-то выступал потому что тогда в те годы очень любили всякие праздники особенно фоне голода это отвлекало людей как бы так сказать от как говорят сейчас от колбасы вот еще ты сказать одна проект вывески магазина какой книга мы не магазин даже какой-то системы торговли вот эскиз росписи стены вообще суете был каким-то конечно провидцем вот у него есть несколько работ которые абсолютно ушли далеко вперед оба вна обогна в свое время обогнав самого малевича он куда-то в иную сторону направился вот эта вещь абсолютно в духе как он современного искусства сороковых 50-х годов американского скажем или европейского а это ведь девятнадцатый год вот такие были удивительные в русском искусстве прорывы как я их называю у него вот у суете на уроченко у розановый прорывы которые ничем как бы не завершились остались вот такими лишь только знаками а могли бы быть целое направление в новом искусстве но как-то вот не пошло он написал черный квадрат естественно тоже суетинских черный квадрат он поменьше размером он все-таки наверное он не решился сделать квадрат больше чем у малевича он как будто сказать вдвое меньше размером но это вполне понятно да он проявил скромность ученика двадцатый год вот и он же кого но тут сожалению плохо видно это тоже рукотворная вещь очень как этот черный квадрат малевича очень рукотворен он очень так сказать интересен по самой живописи как он написан и эти тоже вещи очень живописные при всей своей как бы таскать простоте цвета до черное и белое а там очень живописная поверхность очень какая-то фактурная необыкновенно вот еще один совершенно замечательный художник из той же плеяды учеников малевича илья чашник он очень рано умер ему было 30 с небольшим лет ну вот это вещи вполне в духе это сказать супрематизма того времени двадцатый двадцать первый год но чашник как я уже говорил вот этот круг который он нарисовал до в руках малевича на фотографии отъезда их москву он вообще был такой изобретатель как о нем пишут его коллеги и от этих изобретений ничего не сохранилось абсолютно ничего на он очень так сказать был у него был какой-то ум видимо такой очень яркий очень оригинальный поэтому чего-то все время придумывал вот этой в этой атмосфере творческой жизни которая была в уновесе он всегда выделялся именно этим что всегда какие-то всплески были такие неожиданных изобретений вот так такая трагическая фигура как вера ермолаева которая была на висе потом она вместе с малевичем уехала в двадцать втором году в петербург то есть линия в петроград и жила там но в тридцать шестом ее арестовали она вообще была в это время очень больно у него была какая-то болезнь ног она еле ходила вот ее такую больную арестовали и очень быстро и присудили срок там какой-то 10 лет там без права переписки отправили ее какие-то казахстанские степи и где-то там в лагерях она в общем очень быстро скончалась потому что просто ну ходить не могла и некому было ее лечить так трагическая смерть она тоже была в общем великой художницей на самом деле особенно в двадцатых в середине в конце двадцатых годов когда она тоже освободилась как бы от влияния малевича и стала самостоятельной у нее такой был всплеск какой-то необыкновенный совершенно какого-то нового искусства фигуративного при этом не абстрактного она делала прекрасные живописные полотна но тоже все это вот видите как-то искать судьба распорядилась иначе а это вот очередные такие у нависки интересные штучки значит двадцатом году у нависки заново поставили победу над солнцем это была совершенно другая композиция то есть как бы музыка и сюжет остался тот же но совершенно иные были декорации малевич уже это быть участие не принимал и он наверно поставил на задачу сознательно что вы делаете то не так как делал я тринадцатом году и вот в двадцатом году они сделали совершенно по-другому это вот эскиз декорации тоже вот еще один из кистика этот собственно говоря одно это одна и та же линогравюра но раскрашенная сама ермолаю и по-разному от руки вот видите здесь таки цвета такие цвета здесь немножко другие в двадцать первом году состоялась вот это вот представление но там один раз она была как-то мы о нем мало чего знаем вот один из эскизов тоже ермолаевских костюмов а было еще там одно еще очень интересное событие тоже это двадцатый двадцать первый год не на коган вот которую вы видели там на фотографиях она сделала так называемый супрематический балет поставила ну остались только вот такие вот эскизы их не их очень мало кстати говоря но есть описание свидетельства современников о том что это было на самом деле что это такое это можно сравнить с тем как сегодня устраивают скажем открытие каких-то олимпиад или каких-то чемпионатов по футболу или что-то в этом роде когда масса человеческих фигур двигаются под музыку в определенном каком-то ритме и создают некие вот поля цветовые или там не знают какие-то изображения вот задача это было впервые я думаю вообще-то осуществлена в витебске в двадцатом двадцать первом году но это были не массы конечно это были отдельные артисты но они тоже изображали кто прямую линию то какой-то круг то квадрат поэтому он назывался супрематическим то есть там не было никакой то сказать идеи прославление как вот события это был формальный такой ход но супрематизм изображены человеческими фигурами и это абсолютно новое было явление но тоже видите вот опять снова новая которая искать не не имела никакого движения и развития дальнейшего вот витебск значит а помимо витебска были ведь еще и другие центры авангарда именно в двадцатые годы я уже рассказывал о том что создавались музеи современного искусства пытались вернее создать музей современного искусства по всей стране и это была идея тоже абсолютно новая и они создавались там где были школы уже где училища гсхм так называемые государственные свободные художественные мастерские функционировали и вот одно из таких училищ было в саратове и саратов остался в истории русского авангарда как город где была своя авангардная школа тоже в двадцатых годах уже вообще саратовская школа это так сказать совершенно такое четкое есть понятие в истории искусства но она это понятие касается вообще-то говоря не современного не авангардного искусства а искусство символизма основоположником сам саратовской школы был борис мусатов известный живописец и среди его учеников там были петров павел кузнецов там не знаю петр уткин и еще с десяток прекрасных художников там братья милиотти они все были символистами и вот некая школа уже существовала в этом городе абсолютно определенная и они гордились тем что они саратовские художники хотя-то многие из них потом разъехались из саратова по столицам конечно и в том числе и сам борис мусатов и кузнецов и уткин но оставались в душе саратовцами так сказать а вот авангардная школа она другая была но тоже саратовская она возникла где-то в тоже девятнадцатом двадцатом двадцать первым там двадцать третьем годах она существовала недолго и там были совершенно по-своему замечательные художники вот один из них валентин юстицкий вот он сидит тут на каком-то роскошном кресле на выставке двадцать первого года вот какие он писал в шестнадцатом году картинки он тогда дружил с татлиным и это абсолютно вот такая татлинская так сказать стилистика совершенно но это было в москве еще до формирования саратовской школы шестнадцатый год он участвовал выставки магазин вот еще тоже вещь этого года он писал целые серии там их там музеи это все вещи из саратовского музея их там условно называют как-то рыбаки там какие-то старушки но это такие названия чисто музейные я думаю что сам юстицкий так бы не назвал скорее какие-то знаковые фигуры какие-то я не знаю тотемы связаны с какой древней культурой которую может быть так он воображал у себя в голове а вот он делал двадцатом году двадцать первом в двадцать втором двадцать третьем годах такие вдруг неожиданные композиции это называется композиции с проволокой к сожалению не очень хорошая фотография но это овал черный закрашенной краской в середине торчит настоящая проволока она так закручена вот так сказать какую-то спираль и вот еще его такие вот уже совершенно неожиданные вещи тоже двадцать второй год какие-то он даже никак не называл но абстрактный скажу композиции без предметной композиции называйте как хотите вот еще одна вещь такого же плана и он очень интересовался фактуры поэтому вот эти белые линии на черном это обычно процарапанные линии по левкасу он как бы высветлял выявлял левкас так что его занимали вопросы вот такие формальные фактуры цвет форма и так далее а вот вдруг совершенно абсолютно другое произведение живописная красивая такой фавистская по своему духу а вот еще но тут совсем плохо видно а это это тоже тоже какой-то 22 совершенно вдруг новое направление это так сказать такой примитивизм вот женская фигура тут какая-то даже не поймешь какая женская но она называется молочница почему-то вот ее огромная эта рука держит там какой-то не знаю может быть это какой-то сосуд с молоком действительно но это авторское название вот это молочница и вот они от простите вот молочница а то было просто какой-то без названия и это совершенно какая-то новая категория живопись такая грубая примитивистская но может быть тоже это под влиянием татлина не исключено у татлина есть подобные вещи похожие вот юстицкий был значит есть там же в этой же группе работал художник поляков тоже совершенно замечательный художник который только сейчас вообще его открывают он был абсолютно совершенно неизвестен константин георгий поляков он прожил довольно долгую жизнь умер в семидесятом году а вот это вещи 20 начало двадцатых годов вот еще его одна композиция вот еще пейзаж такой очень красивый необыкновенно нежный ведь вот совершенно какое-то новое 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 направление направление новый стиль по-новому все трактовано был еще один художник евгений васильевич егоров тоже ученик юстицкого тоже вот эта саратовская школа но это как бы традиционная вещь сделанная в стиле футуризма скорее да а вот тут такой примитивный какой-то вдруг примитивистская композиция вот одна а это уже художник загозкин давид загозкин который тоже в этой школе так и проявил себя достаточно значительно но он работал в духе кубку туризма во всяк случае вот у целая серия работ в этом духе есть это утраченная его работа неизвестно но она скорее всего до нас не дошла а вот такие он делал композиции ну в общем ничего особенно выдающегося тут нету это скорее в стилистике уже сложившись традиционный кубу футуризма русского но все равно это было лицо какой-то совершенно особенно это костаки пока вы на него посмотрите я буду дальше рассказывать про школы еще помимо значит саратова и 1 на первом месте витебска были другие совершенно еще направление был например тифлис восемнадцатом году в тифлисе там же был таскать тогда советской власти не было там были левые сыры взяли власть какой-то момент в общем там была такая атмосфера более-менее свободы и и там процветал футуризм крученых туда уехал в это время там издавали журнал ars и устраивалась несколько выставок было авангарда крученых туда привез из москвы какие-то гравюры гравюры розановой свои собственные какие-то вот эти книги склеены из разных кусочков и там была собственная школа грузинская футуристическая больше конечно в поэзии чем в изобразительном искусстве но изобразительное искусство тоже там проявилась потом был центр на украине и не один киев менее это сказать авангард но харьков в двадцатых годах это был то сказать вообще место где процветал авангард вот главный художник который в это время работал в харькове харьковчанин же василий ермилов совершенно замечательный мастер было его выставка нет но несколько лет назад у нас москве она была просто какая-то невероятная потрясающая для себя открыл этого художника в таком вообще масштабе я даже не представлялся что он был так настолько велик он занимался живописью графикой помимо этого он делал прекраснейшие эскизы росписи они были осуществили осуществлены им самим он расписал харьковский какой-то завод потрясающими росписями где сочетались народные мотивы там скажем каких-то узоров украинских с такими супрематическими пространственными какими-то решениями очень интересными и все это погибло во время войны там во время бомбежки просто было уничтожено абсолютно авиабомбами вот поэтому авангард распространился очень широко но я не говорю про прибалтику где были такие всплески авангарда в вильнюсе и в каунасе я не говорю про дальний восток где стараниями бурлюка тоже целая школа футуристов возникла когда будут бурлюк уже уезжал из россии из петербурга он ехал через весь через всю россию на восток он проехал казань в волжские города потом он поехал в пермь проехал полсибири и на дальнем востоке он довольно долго задержался на довольно долгий срок и там вот благодаря ему сосредоточились какие-то художественные силы и это был новый всплеск футуризма где-то уже там 21 23 24 год но потом бурлюк уехал в японию же а футуризм как-то еще дальнейшие дальше еще процветал какое-то время на дальнем востоке так что представляете себе всю карту россии она как-то таскать испещрена вот этими центрами авангарда и это конечно все-таки вдохновляющая какая-то вещь потому что вот такой размах какой-то вот он он настолько силен что он гораздо сильнее того авангарда которым мы обычно говорим и в котором думаем что вот москва и петербург и все и все это явление глобальное вот теперь я хочу немножко отвлечься от темы вот то я который я говорил центров авангарда и поговорить о тех людях которые способствовали скажем просвещению и популяризации того самого авангарда который мы сегодня говорим но я уже не говорю о том как таскать авангард был в каком загоне это уже пета и перепета все вы об этом знаете да ну вот хочу рассказать о персонажах первый из них конечно георгий денисович костаки я уже тут о нем рассказывал однажды но повторюсь потому что без него все-таки не было бы той славы у русского авангарда которая сейчас имеется сейчас кстати какой-то необыкновенно вдруг снова взлет интересы к авангарду во всем мире скажем 5-6 лет назад такого интереса не было вернее тот интерес который был в 2000-х годах он ну заглох и даже причины я думаю очень ясны потому что появилось очень много фальшивок это были целые какие-то скандалы мирового значения и в общем стали к авангарда относиться так сказать осторожней но видимо это забылось вот как-то достаточно да и теперь снова взлет вот недавно была выставка даже она еще до сих пор идет в мексике казалось бы ну мексика и русский авангард как довольно далеки друг от друга нет ее даже продлили еще на какой-то срок потому что огромные очереди массу посетителей и так далее где-то в протиславии или где-то в югославии бывший тоже сейчас выставка авангарды проходит в японии в общем просто вот я признаю по музейной жизни что вот свистой выставка который будет здесь открыта 7 апреля посвященная тоже авангарду я просто знаю что нам во многих картинах отказывали не потому что не хотели давать а именно потому что они уже в очереди там на многие многие годы вперед по разному за границам это не значит что мы получили плохие работы на выставку например там картина розановый бубновая дама которая находится она как бы числится за музеем самарским музеем она за последние 23 года 23 раза было за границей вот такая вот удивительная статистика в общем я отвлекся немножко от костаки вот видите да этот замечательный русский грек какой-то совершенно уникальный персонаж который начал собирать начал свою собирательскую деятельность с древнерусского искусства как все собирали иконы у него были деньги он был он был подданным греции работал в канадском посольстве и и ранние его таскать годы его жизни в россии они немножко таскать затемнены для нас но тем не менее вот он был в какой-то момент он понял что иконописи собирают все русский авангард никто и он стал шерстить вот эти все как говорили тогда шерсти частные коллекции собрание родственников бабушек дедушек потомков предков и так далее и собрал совершенно потрясающая коллекция которая была у него в двух квартирах располагалась как он жил на юго-западе ну вот это я новая сейчас тут была фотография кажется этой квартиры но ее нет почему-то там была такая шпалерная там бывал не один раз и просто впечатление от этой квартиры вот закрываю глаза и все это лежит прямо встает в памяти картины висели все стены были завешены шедеврами вот все малевич попова кандинский ротченко степанов все имена которые только есть и шедевры никаким там второстепенные работы а это все блестело играла красота какая-то было невероятно а комнат этих было наверно штук десять мало того он еще любил так сказать шикануть искать вот у меня там под кроватью какие-то графика кандинского лежит но я сейчас не буду доставать там пусть лежит неудобно гибаться неохота вот такой был человек и он и это было не бравада это было действительно искать его жизнь абсолютно так и относился ко всему этого он этих художников обожал попова назову только любочка больше никак он никогда не был попова это любочка картина любочки и это конечно отыскать его любовь вот ему создала такую возможность сделать коллекцию уникальное абсолютно я не знаю сколько там было картин не знаю посчитал ли кто-нибудь вообще я вот боюсь что нет но во всяком случае когда костаки уезжал за границу в грецию возвращался это было в середине семидесятых годов он начал уже думать об этом его кстати из россии выперли он не хотел уезжать он вообще был патриотом россии но его стали травить его травили кгб за ним слежку устраивали откровенной абсолютно такой и чтоб он видел что за ним следят и у него подожгли дачу где сгорела куча всяких произведений шестидесят ников в частности вот там зверева много работ вот недавно была выставка зверевских портретов лили кастаки дочери кастаки сделанных зверевым они все обгоревшие то что это портреты с этой дачи они вот их удалось спасти а сколько там сгорела работ мы не знаем даже то есть кастаки знал но как бы это закрыто для нас вот его травили и чё-то так сказать и он в общем решил уезжать но с другой стороны вот как уезжать такому человеку который собрал музей целый и что с этим делать да как вот быть представьте себе эту ситуацию был такой тоже коллекционер очень просвещенный человек по фамилии семёнов владимир не помню как отчество семёнов он был замминистра иностранных дел и одновременно коллекционировал русский авангард но такой умеренный скажем бубной валет вот до абстракции он не не сошел не дошел он дружил с кастаки и в общем он устроил как-то помог кастаки с отъездом какие-то связи все включил какие есть в общем разрешение было получено от самого андропова вот так вот прямо сам их можно сказать высот этой этой власти ему разрешили уехать с условием что он часть работы оставит в россии и тут начался вот делюш этот знаменитый когда третяковской галереи там представители приходили к кастаки говорили а он обговорил вот возьмите вот эту работу это лучшая работа малевича там возьмите вот эту работу лучше работали учки они говорят все георгий они достаточно нам больше уже не ну нет вы возьмите еще вот это это в общем он лучшую часть своей коллекции отдал в третяковку еще при жизни кастаки здесь была устроена выставка из собрания кастаки там были всякие приглашенные дипломаты и разные известные люди кастаки на эту выставку не позвали вообще вот представьте себе да человек пожертвовал на это а его даже не пригласили он был страшно расстроен страшно он был такой эмоциональный вообще тип и это конечно подстегнуло его еще больше в общем он уехал а коллекция его осталось здесь в россии но собственно говоря как он какого-то роль сыграл в развитии в популяризации скажем авангарда к нему же все время приезжали иностранцы вот это значит кто-то из семьи кеннеди сидит вот справа это какой-то из братьев кеннеди по младше какой-то сенатор вот значит сам кастаки играет на гитаре это не был коронный номер женой а жена поет она была такая русская красивая блондинка такая народная и вот всегда значит и все просто от умиления падали а вот это значит попова кандинский кандинский это стена кандинского там вот что то я не пойму что там в общем все было увешано вот шагал у него значит в гостях и там даже какие-то картины он шагалу показывает и шагал там что-то авторизовал даже скал да 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 это я помню я когда-то в девятнадцатом году эту картину написал как вот это все тут покупалась ну понятно попова он купил у потомков брата и притом это значит часть работ находилась москве часть работ было в загорске нет вру не загорска но подмосковье общем около недалеко от москвы на даче и значит одна из работ поповой сарае закрывала окно какой она была написана фанере и закрывала окошко и он тоже хотел ее купить хозяин сказал что он не может отдать пишет тогда будет продуваться это сара и там зальет дождем вот ты вы не сначала привезите фанеру такого размера как это и потом я вам попробую то отдам какую-то там папу вот так он покупал да все и а вот шагала было сложнее потому что никаких наследников не было и он я помню однажды пришел к моим родителям домой и говорит слушайте вот тут шагалова продается там одна работа в комиссионном магазине за 150 рублей они дорого ну покупатель не покупать в общем купил в результате она у него она вот осталась теперь третьяковской галереи и такой эскиз к неосуществленной росписи сделанный шагала в девятнадцатом году как он там юбилею октябрьской революции там такой стоит крестьянин держит на руках дворец и называется это борьба дворцам там что-то слава хижинам что-то в этом роде вот шагал значит у него в гостях вот тоже они беседуют о чем-то очень как-то трогательно когда кастаки уехал в грецию то он да это я говорю все к тому что вот к нему приезжали люди такие значительные европейцы американцы которые потом уезжали к себе на родину с каким-то багажом знания русском авангарде вот это он такой ликбез буквально проводил папа потом все-таки кое-что продавал на запад но в небольших каких-то количествах наверное чтобы получать деньги иметь возможность потом покупать здесь у целые какие-то блоки произведения искусства архивы он же собрал еще архивов огромное количество они все вот в греции в музее хранятся теперь и это все было как-то так сказать я сказал даже продуманно не спонтанно и вот эти люди они славу авангардах как то так сказать вот и организовали там на западе это были не только политики но какие-то искусствоведы к нему приезжали и в общем вот так авангард собственно говоря стал отчасти благодаря таким людям как кастаки он стал знаменит и известен но я там не буду рассказывать час о других более не таких важных персонажах которые тоже сыграли свою роль как камилла грейна прям первый исследователь авангарда американка замечательное совершенно мы многие другие вот а были другие персонажи совершенно как противоположные вот был такой николай иванович харджиев по-своему тоже человек замечательный но особенный такой настоящий скупой рыцарь вот из кастаки отдавал и пускал к себе и обожал когда к нему приходит то харджиев к себе никого не пускал вообще просто вот можно на пальцах перечислить там пять человек назвать которые бывали у харджиева дома он просто никого не пускал он жил в каких-то всегда маленьких квартирках архив его колоссальнейший совершенно архив который вот сейчас находится уже весь у нас в москве слава богу это тысячи единиц хранения какие-то бесконечные письма рукописи при том рукописи таких людей как малевич которые до сих пор не изданы еще эти рукописи у него там хранились записные книжки хлебникова которые тоже до сих пор не изданы это все вот это было в руках одного человека и никто этим не мог пользоваться никто в общем понятно что харджиев он человек так сказать проживший в россии самые худшие годы но и может не в самой но в двадцатые уже он был молодым тогда литератором тридцатые годы он прожил боясь все время таскать ареста и наблюдая за тем как его друзья окружающие его какие-то писатели поэты по очереди там исчезали в гулаге он конечно это все боялся и тем более он тогда в те годы воспринимал себя как единственного хранителя русского авангарда потому что все таки кастаки начал собирать шестятые годы а харджиев 30 и по просьбе харджиева скажем малевич написал свои воспоминания надо дать должное этому человеку матюша написал свои воспоминания тоже дал харджиеву их публиковать так николай иванович очень много сделал для русского авангарда для его сохранения он сам был великолепным исследователем он писал замечательные статьи где то сказать вся фактологии русского авангарда вообще идет отчасти но на 50 процентов от харджиева он массу установил точных дат когда какие были выставки то что у него были вырезки из газет он это все хранил сортировал и вот искать его жизнь была в этом в этом архиве но потом оказалось со временем когда он уже таскать был старый он решил эмигрировать тоже но не тем путем пошел что кастаки он там таскать с одной немецкой галереи договорился что они ему заплатят за всю художественную часть его коллекции и вывезут ее и они таскать ну и каким-то путями не знаю какими вывезли всю художественную часть его коллекции а художественная часть оказалась очень большой там было 12 работ малевича живописных там было больше ста рисунков малевича там были гончарова розанова ларионов и более какие-то мелкие художники но немного работ но было все это значит попала за границу архив тоже в общем первую часть архива вывезли а вторую когда вывозили другой партии на границе задержали и арестовали и вот когда арестовали эту часть вторую то николай ивановская тут же страшно возбудился и написал в архив куда эту часть сослали закрытую что он ее закрывает до девятнадцатого года как владелец этого архива и вот сейчас значит эта часть первая которая в амстердаме была она вернулась в москву и она открыта пожалуйста я буду читать а вторая часть которая принадлежала вот была арестована и тоже в москве она закрыта харджи вы им еще вот сколько там три года еще нельзя будет к ней касаться это был таскетка порщальный подарок николай иванович такой типа ребята еще не все позволено вот работы у него малевича были потрясающие вот я просто хочу вам их показать я долго не знал каким образом он их получил а потом вот недавно какие-то были публикации из которых стало ясно что малевича он получил у последней жены у натальи манченко он просто видимо нее купил или попросил я уж не знаю в общем он умел выманивать вещи умел очень здорово он говорил мне нужно это вот эти вещи для того чтобы писать книгу а этом художники ему отдавали родственники он никогда не писал никогда не возвращал а не у него нет никаких не у нее какие то есть наследники но проблем там нет никаких потому что там все продано уже за границ это все уже находится частично музеях частично в частных коллекциях и концы не найти потому что нет ни одной описи коллекции харджи вы просто не доказано что это из его коллекции мы как бы знаем это но вот на бумаге это нигде не написано вот ранний малевич такой совсем импрессионистического а вот это дележ коллекции да вот тут сидят третяковские а костаки стоит смотрит на них вот николай иванович до молодые годы когда он жил в одессе еще так и что это не знаю вдруг исчезли все я хотел вам показать эти работы как бы изображение этих картинок которые хранились малевич работ малевич который хранились у харджиева но видимо там что-то у меня произошло наверно со слайдами их нету почему-то в общем это были какие-то вещи довольно оригинальные потому что вот видно было что малевич их наверное отложил как бы так сказать это моя гипотеза он их как бы отложил никуда не отдал не музей не не в какие-то другие руки держал их у себя потому что они были не очень традиционны это были такие супрематические вещи но геометрия там была какая-то особенная там как запятая какая-то какой-то трапеция а рядом какой-то пространственный такой такая форма виде чурбачка такого общем какие-то оригинальные весьма вещи и все это таскать у харджи вы где-то лежала у него висела в кабинете только одна работа красный квадрат это вот и свидетельство всех кто был в квартире редких этих людей ну в общем кроме вот этих двух фигур конечно были и всякие исследователи авангарда более искать люди более близкие к науке но это уже таскать надо тема другого какого-то сообщения другой лекции а я хотел показать вот этих двух персонажей кастаки и харджи его которые на мой взгляд просто вот как небо и земля там красные белые черные такие два абсолютно противоположных персонажа два гения но каждый по-своему гений вот как бы положительный и светлый гений и темный гений вот я для меня не так видится это таскать какой-то вот знаковые фигуры авангарда но сыгравший совершенно разную роль в его дальнейшем развитию его популяризации я думаю что на этом мы закончим наверное нашу лекцию а сейчас какой-то торжественный момент кажется должен быть